Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркет. Сегодня 8 мая. Мы начинаем наш утренний брифинг и новую торговую неделю. Прежде всего отметим основные тезисы нашей сегодняшней трансляции. Это две важные новости прошлой недели, которыми выступили решения ФРС по процентной ставке в США и, конечно же, non-farm payrolls, которые были опубликованы в пятницу. Вторым тезисом сегодня являются выборы во Франции. Наконец-то они состоялись. И это на самом деле очень многое означает для рынков в данный момент. Это также обсудим несколько позже. И в заключении поговорим о нефти и российской валюте, которые на самом деле близки к развороту, но не все так просто. Вот эти темы сегодня будут основными у нас. Начнем с того, что у нас на прошлой неделе состоялось два ключевых события, которые определили тренды на конец прошлой недели. Я говорю прежде всего о заседании ФРС и решении по процентной ставке. А также как раз-таки non-farm payrolls. То, что мы с таким нетерпением ждем каждый месяц. Напомню, эти цифры публикуются раз в месяц, в первую пятницу каждого календарного отрезка. И вот, что мы увидели, какие выводы можем из этого сделать. Прежде всего, отметим, что процентная ставка в США осталась без изменений на уровне 1% пункт. Это не так мало, но и не так много пока. Напомню, что планировалось несколько повышений ставки в текущем году. На самом деле, по поводу решения в мае инвесторы не были уверены. И на самом деле, сам ФРС тоже не планировал скорее повышение ставки делать, нежели все-таки ее повышать. И с чем это было связано? Во-первых, отметим, что были довольно велики политические риски. Опять же, крупный капитал не хотел в любом случае участвовать в каких-то движениях перед выборами во Франции. Помятуя о тех выборах, которые были в прошлом году, точнее, о тех голосованиях и принятии решений, которые мы наблюдали в 2016-м. И несмотря на то, что в отношении победы Макрона не было каких-то серьезных сомнений, об этом тоже чуть позже поговорим, тем не менее, мы наблюдали, как серьезные капиталы уходили скорее в защитные активы. Поэтому, тем более, после решения ФРС никаких серьезных движений не было. Опять же, во многом с большой осторожностью подошли представители американского регулятора к этому событию. Еще и потому, что в целом макро-статистика по Соединенным Штатам в последние недели не радует. Мы видели, что замедлились темпы роста продаж по недвижимости, например. А также, в целом, наблюдалось ухудшение спроса по ключевым товарам. И мы видели несколько негативных отчетов за последние несколько недель. И поэтому, опять же, ФРС пока не торопится повышать ставку. Но, тем не менее, мы слышали довольно истребинные, что называется, заявления по поводу уже июньского заседания. И вот сейчас есть такие цифры, как обычно, многие американские эксперты оценивают вероятность повышения ставки на каждое следующее заседание ФРС. Так вот, что интересно, более 80% составляет уверенность в том, что уже в июне ставка все-таки будет повышена. И это пока что максимальные цифры, которые мы видели за последние долгие месяцы. Вот настолько уверенными в повышении ставки предстоящим не были американские аналитики уже очень и очень давно. Вот про жесткие комментарии в ходе самого заседания ФРС мы уже сказали. Но будет важно понаблюдать за тем, что мы услышим на неделе текущей, так как планируется несколько выступлений членов ФРС, причем голосующих членов ФРС, именно тех людей, которые именно своими голосами определяют решение по ставке. И вот мы переходим к пятничному событию. На фоне того, что, повторюсь, были в целом негативные данные по американской экономике в последние недели. В противовес, кстати, довольно позитивным данным из еврозоны, что опять же является причиной того, что евро пока выглядит гораздо сильнее в последние дни и даже недели, нежели американская валюта. И вот в противовес всем этим данным в пятницу мы увидели весьма неплохие данные по Non-Farm Bay Roles. Напомню, это основной отчет по занятости в США. И, пожалуй, что это второе по значению события, которое мы можем, в принципе, наблюдать по американским данным. После заседания ФРС всегда второе место по важности, по тем импульсам, которые может данное событие обеспечить для рынков. Мы отмечаем именно данные по занятости в США. И что же мы увидели? На 211 тысяч, если быть точным, увеличилось количество занятых за отчетный период. Этим периодом был апрель, то есть прошлый месяц. И при этом еще мы наблюдали рост средней зарплаты на 0,3%. Это также является весьма позитивным настроем. Может обеспечить позитивный настрой для тех, кто все-таки верит в американскую экономику и покупает, скажем, доллар, либо американский индекс S&P 500. Что еще очень интересно, так это то, что данные по занятости оказались лучшими с 2007 года. То есть за 10 лет мы видим сейчас наиболее низкий процент безработных в США. Что, конечно же, характеризует ситуацию и может также повлиять на долгосрочные позиции по американской валюте. Но опять же здесь вопрос в том, как будет реагировать крупный капитал на действия еврозоны и те новости, которые мы будем наблюдать, скажем, из Европы. А также, конечно, в целом форм и контекст рынков финансовых будет определять дальнейшие тренды. Вот подводя итог тем движениям по основным валютным парам евро-доллар, фунт-доллар, а также проводя некий взгляд вперед, сделая прогноз. Отметим, что ажиотаж, который был в начале этого года по отношению к американской валюте, все с нетерпением ждали повышения ставок и сделали ставку именно на рост доллара. Постепенно, ажиотаж спал и сейчас мы наблюдаем коррекции, разворотные движения по ключевым валютным парам евро-доллар и фунт-доллар. И, конечно, сейчас с точки зрения технического анализа, если мы посмотрим на дневной график валютных пар, это касается и евро, и британского фунта, мы увидим, что они смотрятся очень сильно и вполне мы можем ожидать в ближайшие дни продолжения этого роста. Мы закрепились на важных уровнях поддержки по этим двум валютным парам и теперь ничего не препятствует дальнейшему росту. Тем более, если мы держим в голове победу Макрона на президентских выборах по Франции. Как раз таки к этому событию я предлагаю сейчас перейти и обсудить этот знаменательный факт. Прежде всего, скажем, что это не явилось какой-то неожиданностью. Если в прошлом году мы отмечали, что были крайне неожиданные итоги голосований, что в Великобритании, что в США, то в этот раз все обошлось без каких-то сенсаций. Мы просто увидели то, что должны были увидеть. На самом деле, именно поэтому мы не видели какого-то сильного гэпа сегодня, после открытия рынков и азиатской сессии. Да, конечно, после первого тура было, точнее, в преддверии первого тура было определенное напряжение. Не было понятно, кто составит итоговую топ-2 участников, которые пройдут во второй тур, потому что изначально расклады были примерно одинаковые у четырех участников. Но все-таки в победе более умеренного, по своим взглядам, Эммануэля Макрона никто, пожалуй, не сомневался. Что здесь нужно сказать, то что сегодня тот гэп утренний, который был по паре евро-доллар, был очень быстро закрыт. И на самом деле, не стоило ожидать еще в пятницу именно роста пары евро-доллар на этом событии. Его можно ожидать, но уже с учетом других оснований. А пожалуй, что вот сами президентские выборы, этот второй тур, не могли обеспечить именно роста европейской валюты. Почему? Потому что все, во-первых, было более-менее предсказуемо. Но и все-таки здесь было два варианта. Если побеждала Лепен, то был бы, конечно, сильнейший гэп вниз. Но если побеждает Эммануэль Макрон, что в итоге состоялось, то мы просто видим продолжение тех тенденций без каких-то резких скачков. Потому что те, кто уже закладывал свои финансы, покупая евро-доллар и делал ставку на это событие, уже были в рынке довольно давно, еще в двери первого тура, либо, по крайней мере, по окончанию первого тура президентских выборов. Если евро-доллар не показал какого-то сильного движения, тем более это относится к британской валюте, потому что в Великобритании это никак вообще не относится, да, если мы говорим про две ключевые валютные пары, то вот очень интересно было понаблюдать за европейскими индексами фондовых рынков. И немецкий DAX-30, и французский индекс в большей степени показали очень серьезный рост уже в течение открытия и сегодняшнего дня. И на самом деле отличной торговой идеей может быть покупка этих индексов в ближайшие дни. С чем это может быть связано, можно провести простую аналогию с выборами в США. По аналогии с избранием Трампа на должность президента Соединенных Штатов, мы можем увидеть подобную эйфорию, и она может продолжаться в ближайшие недели. С чем, опять же, еще может быть связан рост фондовых рынков Европы в ближайшие дни? Так это с тем, что большая часть капитала, особенно крупного, уходила в преддверии столь важных политических событий, уходила в тень, в защитные активы. Мы наблюдали рост спроса на облигации в преддверии президентских выборов. И вот сейчас эти суммы будут возвращаться обратно на валютный и, конечно же, даже в первую очередь фондовый рынок. Потому что все-таки именно по фондовому рынку наблюдался наибольший отток капитала в преддверии президентских выборов во Франции. Поэтому, еще раз повторюсь, отличной торговой идеей может стать покупка немецкого и французского индексов в ближайшие дни. При этом не стоит завышать риски, можно ставить довольно короткий стоп-лосс, учитывая силу тренда по этим двум инструментам. Далее переходим к нефти. На прошлой неделе мы видели несколько событий, как обычно это были публикации по запасам, которые даже не так сильно повлияли на нефть, как, пожалуй, в целом понимание инвесторами. Наконец-то рынок осознал то, что соглашение ОПЕК какого-то серьезного влияния не оказывает на баланс спроса и предложения по этому сырьевому активу. Казалось бы, почему рынок не мог осознать это раньше и нефть упорно покупали, тащили к верхним уровням на протяжении долгих недель. Но вот, наконец, многие, кто ожидал отката и отбоя от отметки 57-50, увидели то, что хотели. Очень интересный факт заключается в том, что сейчас мы по нефти вернулись к тем значениям, которые были до заседания ОПЕК в конце прошлого года. То есть вот в это соглашение оказывается уже совсем никто не верит в данный момент и цена уже находится даже ниже тех отметок, которые были до соглашения. Все позитивные моменты, которые можно было выжать из этого соглашения, из этого события, они уже состоялись и, пожалуй, что страны ОПЕК слабо будут влиять даже с помощью своих словесных заявлений на курс нефти. Сейчас все в руках Соединенных Штатов, как это ни странно, потому что именно за счет увеличения, причем резкого увеличения добычи сланцевой нефти в США, мы увидели как раз таки то, что те действия, которые совершает ОПЕК, они имеют должного влияния на рынок. По сути, все то, что перестали добывать страны, входящие в ОПЕК, весь этот объем взяли на себя сланцевые нефтедобытчики Соединенных Штатов. Поэтому перспективы нефти сейчас под большим вопросом, хотя мы опять же видим небольшие признаки разворота локального на младших тайпреймах, в том числе, точнее на средних тайпреймах. Если мы посмотрим часовой график цены, то увидим, что в пятницу наблюдался так называемый V-образный разворот, когда после сильнейшего падения мы буквально за несколько часов увидели возвращение к прежним ценовым диапазонам, что часто означает продолжение роста именно в таких ситуациях. Опять же, утро сегодня выдается уже довольно слабым для нефти и пусть есть довольно сильный уровень поддержки на отметку 47.40, тем не менее, вероятнее всего мы увидим вновь тестирование нижних отметок. Опять же, еще нужно отметить такой факт, что в конце этого месяца в Вене состоится еще одно заседание ОПЕК, в рамках которого будет принято решение о возможном продлении тех мер, которые были приняты в конце прошлого года. Причем уже заранее известно, что увеличивать темпы снижения добычи никто не будет. Максимум, что будет сделано, это то, что оставят нефтедобычники уровень как раз таки добычи на прежних уровнях, то есть тех цифрах, которые договорились в конце прошлого года. Причем очень интересно, что Россия, которая присоединилась к соглашению ОПЕК, хоть и не является членом этой организации в конце прошлого года, пока своих заявлений по майскому заседанию не сделала, это также оказывает давление на нефть и мы скорее всего увидим снижение этого актива уже сегодня, по крайней мере с точки зрения тех анализов, все к этому идет. Поговорим буквально кратко по российской валюте. Что здесь стоит отметить, так это то, что мы вновь видим некую корреляцию рубля с нефтью. Мы отмечали, что в какой-то момент она полностью пропала и рубль, что называется, жил своей историей, не обращая внимания на основной сырьевой актив, от которого так сильно зависел ранее. Ну вот сейчас мы видим, что хоть и с некоторым запозданием, но все-таки российская валюта реагирует на движение по нефти. Опять же есть масса других факторов, оказывающих влияние на российскую валюту. Но в целом пока говорить о развороте и дальнейшем росте доллара по отношению к рублю все-таки рано. Мы видим опять же, как и по нефти, некоторые признаки разворотной тенденции на дневном графике. Довольно большого размера были зеленые свечи, несколько дней закрылись в хорошем плюсе. Но тем не менее, пока мы находимся ниже отметки в 59.40, говорить о том, что можно покупать уверенно пару доллар-рубль пока не приходится. То есть стоит еще немного подождать. Либо закрепление выше этой отметки, либо мы вполне можем увидеть вновь тестирование нижней границы этого бокового канала, который опять формируется на дневном графике. Вот уже в ближайшие дни. Опять же, чем это может быть вызвано? Тем, что нефть, например, найдет какой-то новый стимул для роста, что сделать будет, конечно, крайне непросто. И попробует вернуться к более высоким ценовым значениям. В таком случае мы, конечно, увидим пару доллар-рубль вблизи 57-56, вот то, что мы наблюдали не так давно. В общем, каких-то точных торговых сигналов пока по упаре доллар-рубль давать не стоит, учитывая еще, что и праздники в России сегодня и завтра. Поэтому какой-то активности именно от регуляторов российского, который может как-то повлиять на покупки американской валюты и пополнение своих резервов, либо российских банков, которые также участвуют в этих ценовых движениях, мы вряд ли будем наблюдать. Поэтому вот, пожалуй, что к паре доллар-рубль можно будет вернуться после 10 мая и уже затем наблюдать за этими движениями. На сегодня, пожалуй, все. Напомню только, что каких-то серьезных новостей именно сегодня не будет, поэтому нужно ориентироваться на технический анализ, прежде всего, в принятии торговых решений, на общие тренды, которые сложились к данному моменту. И напомню, что евро и фунт сегодня должны показать вновь свою силу по отношению к доллару, в силу того, что общая тенденция такова, и те факторы, которые должны были повлиять на дальнейший рост этих валют, они появились. И вот за исключением нескольких выступлений членов Пресс сегодня вечером, уже в американскую сессию, опять же повторюсь, каких-то значимых событий сегодня уже не будет. Поэтому всем успехов в торговле, всего доброго и до свидания.